Как в фильме реально, хвост виляет собакой. То есть помните, как он сказал, никто не закончит мою войну за меня. Я скажу, когда она закончится. Из России, как известно, ушло уже более 400 международных компаний. Начались разговоры о том, что, может быть, имущество это национализировать, бренды эти перерегистрировать на российских собственников. Когда такие новости читаешь, сразу возникает вопрос, а что, так можно было? У общества ушло более 200 лет на то, чтобы создать те правила игры, по которым мы играем сейчас. Если они будут разрушены, то понадобится не меньшее количество лет, чтобы их восстанавливать. То есть мы не вернёмся назад в эти страшные 90-е с видеосалонами, пиратскими копиями программного обеспечения на компьютерах. Для того, чтобы защищать свои права, нужно защищать свои права. Тут всё очень просто. Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведём я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Трампаладова. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Для обхода блокировки устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение «Куда уже встроен VPN» и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. После начала спецоперации военной российской на территории Украины из России, как известно, ушло уже более 400 международных компаний, крупнейших владельцев брендов в том числе. И вскоре после этого начались разговоры, иногда чуть ли не на полном серьёзе, о том, что, может быть, имущество это национализировать, о том, чтобы бренды эти перерегистрировать на российских собственников. И уже даже появились какие-то первые весточки. Ну вот, например, арбитражный суд Кировской области буквально 21 марта отказался уже взыскивать компенсацию за нарушение авторских прав владельцам товарного знака «Свинка Пепа». И многие предприниматели решили, что вот он наш час, и теперь мы можем жить как хотим, вести себя как хотим. И даже, как выяснил, например, РБК, уже более 50 заявлений подано в Роспатент от российских компаний и предпринимателей, которые подали заявки на регистрацию известных международных брендов. Да, как пишет РБК, среди марок, на которые претендуют российские предприниматели, оказались, например, бренды платёжных систем «Мастеркарты» и «Американ Экспресс», бренды автомобиля «Ауди», «Мерседес Бенц», бренды одежды «Левайс» и «Кристиан Диор» и другие. И что примечательно, не во всех случаях названия брендов, на которые поданы заявки, соответствуют их оригинальным. То есть, например, просят зарегистрировать марку «Неспрессо» с буквой «З» вместо буквой «С». Или, например, бренд «Идея», в которой используются визуальные стилистики и цвета, очень напоминающие Икею. А вообще... Есть Икея, есть Идея. И наоборот. Ну вот да, и первопроходцем всей этой истории стала жительница Москвы Екатерина Петрунина, которая первой подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Макдональдс». Ну и вместе с тем, в ответ на санкции и бойкот владельцев брендов, правительство России разрешило возить в страну востребованные иностранные товары без согласия правообладателей, как они пояснили, для удовлетворения спроса на востребованную зарубежную продукцию. Это еще называют параллельным импортом. Когда такие новости читаешь, сразу возникает вопрос, а что так можно было? И чтобы разобраться в этом, мы позвонили доктору юридических наук, специалисту в области информационного права и интеллектуальной собственности, основательнице компании «Айрек» Галине Добряковой. После того, как российские компании уходят с российского рынка, лишаются ли бренды правовой охраны? У меня, когда я все это слышу, приходит очень устойчивая ассоциация с фильмом «Хвост виляет собакой», которая подтверждает, насколько же можно насытить коммуникацию тем, что очень-очень противоречило и слабо связано с реальностью. Как все происходит на самом деле с точки зрения юриста? Начнем с кейса про свинку Пеппа. Правообладателю было отказано не потому, что он иностранная компания, а потому, что он злоупотребил своими правами. Потому что тот, кто подал иск, на самом деле не является производителем и правообладателем мультфильма. То есть это такой же патентный тролль, который сделал товарный знак просто в другой стране и подал в суд. То есть это был не то, что называется наш ответ Чимберлен, и не знак какой-то арбитражного суда Кировской области о том, что вот, ребята, теперь можно, поехали. Все верно. То есть любой предприниматель, который сталкивается с тем, что его обвиняют в нарушении чужих прав, может пойти двумя путями, скажем так. Он может с этим согласиться, заплатить компенсацию, выплатить штрафы и, скажем так, закрыть проблему деньгами, не особо вникая в то, а мы могли ли на него вообще в принципе подавать в суд. И многие предприниматели так на самом деле делают. По двум причинам, опять же. Они слишком заняты торговлей и бизнесом, чтобы погружаться в такие детали, и, в общем-то, сомневаются в российской судебной системе и юристах, которые способны на самом деле достойно защитить их права. Поэтому они решают, что лучше я сейчас заплачу чуть-чуть, чем потом я заплачу намного больше. Второй подход. Когда такого предпринимателя уже довольно сильно допекли, он думает, хорошо, на меня нападают настолько часто, что, кажется, мне нужно уже учиться защищать себя. И вот именно эти предприниматели, они нанимают юристов, юристы подают судебные запросы, в которых спрашивают, а действительно ли тот, кто подает иски, является правообладателем. Патентные тролли, они на самом деле всегда существовали. То есть всегда были люди, которые заходили в сеть интернет или просто ходили по улицам города, смотрели, какие магазины открываются, шли в Роспатенты, регистрировали товарные знаки. Но мы все находимся в правом поле. Россия до сих пор является участником основных конвенций по интеллектуальной собственности. Это Бернская конвенция, это Женевская конвенция, это Мадридский притокол. И, кстати, Российская Федерация до сих пор не вышла ни из одного из таких обязательств. И когда ее обвиняют в том, что у нас сейчас здесь полная тортуга, это на самом деле неправильно и нечестно даже с юридической точки зрения. Чем воспользовалась Российская Федерация, чтобы действовать в правом поле, но защитить интересы людей, которые работали на такие компании, как Икея? Люди же были совершенно не виноваты в том, что Икея приняла решение уйти с рынка, ее никто отсюда не выгонял. Она это решение приняла самостоятельно. Поэтому они использовали тот же механизм, который используют, допустим, нотариусы, когда вводят временное управление имуществом умершего. Фактически, когда умирает человек, у которого очень много имущества, и его нельзя просто оставить бесхозным. То есть это заводы, это склады, это люди, которые работают на него, вводится временное управление. И задача временного управляющего стабилизировать бизнес, не допустить отток кадров, не допустить несоблюдения договоренностей и обеспечить защиту интересов, как подрядчиков, так и людей, которые работают на этом предприятии. То есть вот доводя логику до конца, временное управление будет введено, если за 60 дней компании не вернутся на рынок. То есть если они вернутся на рынок, они полностью сохраняют все свои права и, в общем-то, всё, что у них было, всё остаётся у них по-прежнему. Если они принимают решение не возвращаться на рынок, то вводится либо временное управление с полным сохранением прав и выплатой роялти за использование интеллектуальной собственности, либо действительно это имущество выкупается по той цене, которая будет подтверждена рыночной оценкой. Это правда так. Это установленный механизм. Но это всё-таки не про попытку забрать бренд, потому что речь-то как раз идёт о том, что появились люди, я не знаю, те ли они кого называют патентными троллями или нет, кто подал заявку на регистрацию очень похожего бренда, не Икея, а бренд-идея, который, предполагается, должен производить примерно это. И вот хочется понимать, а такое-то вообще можно теперь? Нет. По поводу различных попыток различных людей нажиться на этой ситуации. Фактически, да, они ведут себя как патентные тролли. Как вообще можно определить, что человек патентный тролль? Или компания? У него нет фактического основания для получения товарного знака. Он не производит продукцию, он не оказывает услугу, он не выполняет торговые операции по импорту. Ну, и у него нет соглашения на дистрибуцию. То есть ему, по сути, этот товарный знак не нужен для его бизнес-активности. А товарный знак предоставляется только тем, кто эту бизнес-активность осуществляет. Нет бизнес-активности, нет товарного знака. И дальше Роспатент, связанный абсолютно четко международными соглашениями, от которых он не планирует отступать, просто смотрит на этот балаган и делает однозначный вывод, достоин ли этот товарный знак регистрации или недостоин. У них есть основания для отказа в регистрации товарного знака. И есть основания для правообладателя обжаловать регистрацию товарного знака, даже если она состоится. Поэтому я не думаю, что представители Роспатента будут выдавать товарные знаки всем без разбора в нарушение своих же собственных инструкций и международного законодательства. Кроме того, из прямого общения с ними я поняла, что они точно не планируют это делать. Что все абсолютно четко понимают происходящее, все абсолютно четко не хотят поддерживать эту панику и хаос и хотят максимально быстро стабилизировать эту ситуацию. Никто не мешает мне, вам или кому бы то ни было заплатить пошлину, подать заявку на регистрацию товарного знака. Но это же не означает, что мы его получим. Дальше у Роспатента есть процедура проверки, а по формальным признакам и проверки по существу, в результате которой он выносит свое решение. И поскольку на эту процедуру уходит как минимум полгода, сейчас нельзя сделать вообще никакого вывода о том, как поведет себя Роспатент. По крайней мере, те люди, которые там работают и с которыми я общаюсь, четко соблюдают международное законодательство. Я хотела спросить по поводу этих патентных троллей. На что вообще они рассчитывают, когда подают такие заявки в Роспатент? Думают, что, может быть, вдруг повезет и зарегистрируют, или это просто история про привлечение внимания к собственной персоне? И то, и другое вы совершенно правы. То есть, во-первых, эти люди работают на потоке. Просто смотрите, представьте, что вы откроете телефонную книгу и начнете всем по очереди звонить и говорить, переведи на карту 100 рублей, переведи на карту 100 рублей. И действительно же два человека из 100 вам переведут. Это так работает. А вот теперь представьте, что вы также относитесь к товарным знакам. У вас есть юристы в штате, или вы наняли их, и у них стоит задача подать, условно, там 100 заявок на регистрацию товарного знака в месяц, любых товарных знаков. И они делают это каждый месяц, каждый год. 1200 заявок, условно. Конечно, на таком масштабе что-то пройдет. Разумеется, такие вещи, как Икея, они на слуху, а вот такие вещи, как, не знаю, там, Афродита, нет. И это совершенно конкретный кейс нашего клиента. Это певица Афродита. Афродита пела, ничего не подозревала, выступала с концертными мероприятиями, у нее вышел хит «Валера, Валера». А потом кто-то пошел и зарегистрировал товарный знак Афродита. И что ей оставалось? Ей оставалось поменять свое имя на Афродита, чтобы петь под своим именем, потому что патентный тролль совершенно открыто и ясно сказал, я хочу миллион за товарный знак, а у нее не было миллиона. Ну, и не было абсолютно никакого желания его платить, этот миллион. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. Продолжим после короткого объявления. Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях. Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим об авторском праве в период санкций и обсуждаем, могут ли российские предприниматели получить доступ к ушедшим с рынка торговым маркам и что такое параллельный импорт и насколько он законен. Некоторые вещи, которые производят и власти российские, тоже вызывают много вопросов. Ну вот, например, тут буквально на днях Владимир Путин с одной стороны запретил органам государственной власти использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры. И в то же время, ну вот, практически, чуть ли не день в день, премьер-министр Михаил Мишустин наоборот, значит, разрешает возить в Россию востребованные иностранные товары без согласия правообладателей. Ну, таким образом, судя по всему, надеясь обойти санкции, что ли, а это можно делать? Это два, в принципе, разных решения. Первое решение, которое принял Владимир Владимирович, оно направлено на то, чтобы сократить зависимость от импортного софта, а второе решение направлено на то, чтобы обеспечить правомерное использование софта, который введен в оборот на территории другой страны. Почему это важно? Потому что действительно огромное количество этого софта используется. Невозможно просто так вот по щелчку пальцев все это остановить. Огромное количество дизайн-студий просто хочет продолжить использовать Adobe Acrobat. Ну, вот условно. Они могли принять решение, что мы можем использовать весь софт на свете, и это не является пиратством. Но оно так не было принято. Хотя некоторые участники рынка на этом настаивали. И не было оно принято, потому что Российская Федерация все равно находится в правом поле. Она все равно ведет международную торговлю. И она не может пойти на то, чтобы нарушать чужие права, потому что в ответ будут нарушать ее права. И этот путь еще никого никуда к хорошему не проводил. Я, если честно, восхищаюсь мастерством юристов, которые конструируют такие решения, потому что они находятся в тяжелейших условиях, где вам нужно с одной стороны спасти экономику, с другой стороны вы понимаете, что вы, в общем-то, боретесь с просто политикой, которая иррациональна, которая никак не связана с экономикой. И при этом вам нужно еще и в правом поле действовать. Еще был один такой сигнал, который многие восприняли по-разному, скажем так, когда было объявлено блокировки Фейсбука на территории Российской Федерации и в то же время разблокировали Рутрекер, на блокировке которого очень долго много настаивали правообладатели фильмов, музыки, книг и прочее. Но теперь Рутрекер в России стал доступен. С вашей точки зрения, что это за сигнал? Почему? Для чего? И стоит ли опасаться нарушения вот этих авторских прав на произведение, на интеллектуальную собственность? Что касается Рутрекера, та блокировка, которая снялась сейчас, она подошла по сроку блокировки. Поэтому я думаю, что заинтересованные лица просто еще раз пойдут и заблокируют домен. То есть это совпадение было. Ушел Дисней, который больше всех боролся, судя кажется, вот с этими пиратами. Это не совпало, потому что для того, чтобы защищать свои права, нужно защищать свои права. Тут все очень просто, как срагу из кролика. Чтобы сделать рагу из кролика, нужен кролик. Если у вас уходит головной правообладатель, который защищал свои права, то пока кто-то не встанет на его место, да, никто не будет защищать права. Но здесь же не вакуум. В России огромное количество правообладателей, которые в том числе делают свой контент. Поэтому я думаю, что они просто начнут защищать свои права, как это собственно должно быть. Может быть, уже не надеясь на то, что Дисней спасет всех. Это логично, что герой не хочет долго всех спасать. Это утомительно. Кто-то же должен тоже помочь. Здесь речь заключалась именно в том, что это не отмена по какой-то политической причине. Потому что вот когда выступили с инициативой разблокировать, этого не случилось. А то, что определение суда вышло, оно вышло потому, что не был подан или поддержан иск. То есть не получилось дальнейшее движение по этому делу. Если бы оно пошло, то обеспечительной мере они бы не были сняты. Ну, понятно, это как со свинкой Пепой. Просто совпали обстоятельства. А вот у меня еще такой вопрос возник, если вернуться к разговору об этих заявках, поданных в Роспатент на регистрацию товарных марок. Вот в той же статье на РБК я читаю, что вот эти люди, которые подали заявку, например, на бренд Ауди, хотят зарегистрировать этот бренд по классу 3 товары, парфюмерии и средства для уборки. Вообще, насколько тот факт, что они пытаются зарегистрировать это по другому классу, не потому, с которым ассоциируется бренд Ауди, может повлиять вообще на Роспатент. И если предположить все-таки, что каким-то невероятным образом Роспатент пропустят все это и зарегистрируют, то какие вообще сценарии использования этих марок могут быть? То есть мы можем увидеть, не знаю, гели для душа под брендом Ауди? Да, каждый товарный знак имеет определенные товарные классы товаров и услуг. Они соответствуют МКТУ, международному классификатору товаров и услуг. И вот, что конкретно подходит? Производитель какого-то товара или какой-то услуги смотрит, какие товары и услуги каким классом МКТУ соответствуют. Идет в Роспатент и говорит, я хочу, допустим, производить духи, они будут называться Ауди, и мне нужен третий класс. Дайте, пожалуйста. Дальше Роспатент смотрит, хорошо, а кто еще заявлял, что хочет под третьим классом производить духи и называться Ауди? Вот это и есть проверка по существу. И если Роспатент приходит к выводу, что больше никто не хочет, не заявлял, то почему бы не дать такую возможность? Поэтому в одно и то же время могут существовать машины Ауди, студия веб-сайтов Ауди, духи Ауди, мебельные изделия Ауди, дома на деревьях Ауди. Ну, и этот список можно продолжать бесконечно. Все они будут Ауди, у каждого будет товарный знак просто на что-то свое. И в этом огромное отличие состоит от использования объектов авторского права. Потому что если товарный знак он действует после регистрации в отношении определенных классов, то авторское право действует сразу в момент создания международно и охраняет дизайн. Поэтому я, допустим, не могу взять логотип Ауди и пойти зарегистрировать с ним товарный знак. Мне будет отказано, потому что в основе товарного знака лежит объект авторского права, прав на который я не получала. То есть вот в этом состоит на самом деле конфликт. Если кто бы то ни было идет и регистрирует товарный знак Ауди на то, что Ауди не хочет, то в этом проблемы нет. И сама Ауди в этом проблемы не увидит. Товарный знак он защищает именно от конкуренции. Если один делает машины, а второй делает игрушки, то какая кому разница, что они одинаково называются? До тех пор, пока на этой игрушке не появятся кольца Ауди и шрифт соответствующий, то эта игрушка может называться Ауди. И есть даже категория споров, когда суды отказывают в защите прав на товарный знак, потому что этой конкуренции не видят. Более того, если вы не используете товарный знак, то можно вас лишить права на товарный знак, потому что вы его не используете и мешаете другим его использовать. Но это же не смогут сделать в России после ухода зарубежных компаний. Ну, сказать, вы же не используете товарный знак в России, значит, зачем он вам? Давайте мы его будем тут сами как-нибудь использовать. Может быть, и могут. Точно так же, как могут это сделать зарубежные компании за рубежом. Это общее правило. Мадридский протокол говорит, что товарный знак, он не игрушка. Он нужен для того, чтобы работать, делать бизнес, защищаться от конкурентов. Если ты не работаешь, не делаешь бизнес и не защищаешься от конкурентов, то зачем тебе товарный знак? Он тебе не нужен, и тебя его лишат. Это правило, которое установила Всемирная организация интеллектуальной собственности. Российская Федерация просто им следует, как этим следует любая другая страна. А если ты хочешь защитить свои авторское право еще использовать дополнительно, можно защитить логотип, можно запрещать с тем его использовать, можно защитить айдентику, можно запрещать использование айдентики, это же никто не мешает делать. Просто не следует упираться только в товарный знак и думать, что нет других трех способов защиты интеллектуальной собственности. Но видите, это вы же большой профессионал, вы понимаете, мы поэтому к вам и обратились, потому что у нас вопросы трекера и то, что его разблокировали, в общем, открыли как бы дорогу опять для пиратства. А в принципе, насколько сейчас в России хорошо защищается авторское право, ну вот как раз там для авторов литературных произведений, музыкальных произведений, в связи вот с этой сумятицей неразберихой, которая происходит в течение последнего месяца, не лишатся ли они своих, скажем так, гонораров? Нет. Авторские права на территории Российской Федерации защищаются точно так же, как они защищались, то есть с ними ничего не случилось. Никто не лишает правообладателей их гонораров. Они спокойно проводят сделки. РАО также собирает вознаграждение, как собирало. Я не знаю, что будет делать РАО с зарубежными исполнителями, честно, но, по-моему, они все свои договоренности сохранили и просто передадут денежные средства, которые собрали, в какой-то аналог РАО за рубежом. То, что авторы сталкиваются с проблемами по защите своих прав, эта проблема существовала и раньше. Она состоит из нескольких причин. Во-первых, авторы не оформляют свои права. То есть к вам приходит какой-то человек, допустим, вы площадка, говорит, что он автор, у него на руках ни одного документа нет, ни свидетельства о депонировании, вообще ничего. Как можно, в принципе, догадаться, что он автор? Поэтому площадка говорит, иди нам принеси хоть что-нибудь, чтобы мы поняли, что ты автор. Иначе к нам начнут ходить толпы людей говорить, что они авторы, и наша деятельность в целом будет парализована. Если к площадке приходит автор со свидетельством или юрист с определением Мосгорсуда, ни одна площадка не будет его игнорировать по очень простой причине. У нас есть статья в Гражданском кодексе об информационных посредниках, которая обязана прекратить нарушение интеллектуальной собственности, которая была допущена, или с иском будут уже идти к ним. И вот представьте, что вы площадка, к вам приходит автор с подтвержденными правами или автор с определением суда. Вы что, его не исполнять будете? Это же совершенный бред. Потому что на следующий день этот автор уже пойдет с иском к вам, нормальной компанией, которая работает, у которой есть оборотка, есть деньги на счетах и получит деньги с вас. Зачем им этот головняк? Понятно. То есть мы не вернемся назад в эти страшные девяностые с видеосалонами, пиратскими копиями программного обеспечения на компьютерах. И в этом смысле можно сейчас быть уверенным в том, что как раз авторское право это то, что более-менее защищено в России. Потому что многие же еще перепугались после того, как Россия вышла из Совета Европы, хотела выйти, а потом ее исключили и вот сообщила о том, что будет денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека, что то же самое может последовать и со многими другими международными договорами, в том числе и теми договорами, которые сейчас наводят правила игры на рынки именно для коммерческой деятельности. Этого пока что опасаться не стоит. Конечно, не стоит. Кто может хотеть такой неопределенности, такого хаоса, такого беспредела? Только тот, кто сам ничего не производит. А Российская Федерация и компания на территории Российской Федерации производит очень много. То есть Российская Федерация вкладывает несколько миллиардов в науку. Как вы думаете, она не хочет, что ли, чтобы интеллектуальные результаты защищались? Чтобы патенты, которые получают российские ученые, игнорировались? Чтобы решения в сфере фармы, био, тех, меда, они спокойно копировались зарубежными компаниями? Книжна не хочет она этого. Она хочет получать справедливую защиту своей интеллектуальной собственности. И для этого нужно соблюдать те же самые правила игры, которые установлены для всех остальных. Но не может человек, который хоть рубль вложил в то, что он сделал, нарушая чужие права, потому что он понимает, что следующим будет он. Скажем так, никто не выиграет от хаоса. У общества ушло более 200 лет на то, чтобы создать те правила игры, по которым мы играем сейчас, в том числе в плане интеллектуальной собственности и международной торговли. И если они будут разрушены, то понадобится не меньшее количество лет, чтобы их восстанавливать. И никто в этом не заинтересован. Спасибо большое за ваше разъяснение. Немножко успокоили, нужно сказать, потому что когда вокруг происходит столько всего и кажется, что действительно просто ткань правовая разрушается на глазах. Ну да, что все просто рушится, падает, как костяшки домино одно за другим. Даже то, что строили на протяжении 200, а то и больше лет. Просто это как в фильме реально хвост виляет собакой. То есть помните, как он сказал, никто не закончит мою войну за меня. Я скажу, когда она закончится. И вот, когда я слышал вот эти все новости, у меня вот прям совершенно четкая ассоциация с фильмом и то, что мы живем в каком-то массиве какой-то нереальной новостной политической пропаганды. Причем, я не знаю, вот люди, которые все эти новости пишут и спекулируют вот этими данными, они реально понимают, что они делают или нет? То есть вот это вот для меня на самом деле огромный вопрос. И как мне думается, не следует раскачивать лодку, в которой мы сидим все. Ну, я бы поняла, если бы кто-то раскачивал в ней и не сидел, тогда это было бы по крайней мере логично. Но сейчас мы в ней сидим все. И любое раскачивание этой лодки, оно дестабилизирует всех. Потому что, я общаюсь с огромным количеством предпринимателей, и у них такая же паника, как у вас. А это влияет на все. На то, как они общаются с сотрудниками, на то, как они выстраивают торговые операции, на то, как они смотрят в будущее. И от этого никто не выигрывает. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, «Яндекс.Музыка», «Кастбокс», «Спотифай», «Юттюб», а также на сайте «Радио Свобода». Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки, сердечки, оставляйте свои комментарии, пишите нам на адрес справа, собака, арафиерл.орг Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok